Добрый вечер, уважаемые зрители! Добрый вечер, уважаемые зрители! Сергей Иванович Порошин, начальник управления образования Гомельского облсполкома. Родился в 1960 году в городском поселке Костюковка. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скарины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1977 году фрезеровщиком на заводе радиотехнологического оснащения в городе Гомеле. Служил в рядах вооруженных сил. В сфере образования работал воспитателем школы-интерната в Костюковке, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы в средней школе номер 8 Гомеля и директором 22-й школы, заведующим отделом образования Советского района Гомеля. В 1996 году был назначен первым заместителем главы администрации Советского района. С 2004 по 2010 годы работал на должности заместителя председателя Гомельского горосполкома. В 2010 году возглавил областное управление образования. На вопросы, которые касаются сферы образования Гомельской области, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Сергей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Иванович, какой уровень знаний показали наши выпускники в централизованном тестировании? Последние годы гомельские школьники показывают достаточно неплохие результаты не только по централизованному тестированию, но и по различным предметным олимпиадам республиканского уровня и международного уровня. Если сравнивать тестирование 2015 года и 2016 года, то можно сказать, что средний балл участников тестирования стал возрастать. В этом году приблизительно на один балл ребята показали лучшие результаты по сравнению с прошлым годом. По каким предметам были наивысшие результаты получены? Я должен сказать, что наиболее хорошие результаты были достигнуты по таким предметам, как география. Первое место практически Гомельская область занимает по данному предмету – это обществоведение. Второе место – французский, испанский язык. Третье место – биология. Третье место – и в целом на 9 сертификатов, 100 бальников в Гомельской области стало больше, чем в прошлом году. Всего 44. В прошлом году их было 35. Вот благодаря вот этим предметам мы имеем такие достаточно хорошие результаты. И нужно сказать, что в этом году впервые централизованного тестирования проходили ребята, которые изучали китайский язык. И какие там баллы были получены? Неплохие. Неплохие, потому что Гомельская область – это одна из областей, которая принимала участие именно в тестировании китайского языка. Если взять разрез школы в городах, в крупных населенных пунктах, в сельских населенных пунктах, вот как там выглядит картина? Ну, если брать даже то, что касается стубальников, то и города нашей области, то первое место здесь занимает город Мозырь. 8 стубальных сертификатов было в этом году. Город Гомель на втором месте – 7 стубальных сертификатов. Светлогорск – 6, и должен отметить уже лидирующую позицию среди гимназий, занимает гимназия Светлогорска, которая дает прекрасные результаты. А также хочется отметить, что ребята из таких населенных пунктов, как Ельска, Лельчиц, Наровли, Петрикова, Чечерска, показали в этом году блестящие результаты. Понятно. Какие специальности в этом году пользовались наилучшим спросом со стороны абитуриентов в гомельских вузах? Ну, из всех гомельских вузов, особенно то, что касается города Гомеля, а концентрация всех высших учебных заведений в городе Гомеле, наиболее популярным является Гомельский государственный университет имени Франциска Скары. Здесь на первом месте традиционно очень востребована сегодня такая специальность, как правоведение. Очень высокие баллы на правоведение – 363 балла. Значит, необходимо иметь ребятам, которые были бы зачислены на эту специальность. А также мировая экономика – 359 баллов нужно было иметь для того, чтобы поступить на эту специальность. Если брать педагогические специальности, то наиболее востребованные сегодня – это учителя физической культуры в нашем университете в Мозырском вине Шамякина. Это дошкольное образование. Здесь конкурс достигает более двух человек на одно место. Ну и должен сказать, что такие специальности, к сожалению, точных наук, как математика, информатика, они менее популярны среди выпускников средних учебных заведений. И поэтому здесь конкурс достаточно небольшой. 110 баллов можно для того, чтобы поступить в высшие учебные заведения. С чем вы это связываете? То есть почему такие традиционные специальности становятся менее популярными? А, например, физвоспитание для меня удивительно. То, что вы сказали, что вдруг стало таким популярным. Ну еще есть и география и биология, тоже популярная сегодня для выпускников средних школ. По многим причинам. Здесь дело в том, что выпускники по этой специальности физической культуры не только идут в образование, они идут и в силовые структуры, и в управление внутренних дел, комитеты государственной безопасности. Ребята, которые физически совершенствуются, находят свое применение и в других сферах народного хозяйства. Но, тем не менее, спорт, состояние здоровья и возможности, они, конечно, совпадают и с желаниями, и есть выбор у наших выпускников. Наверное, это тоже является приоритетом выбора этой профессии. Это мы говорили про высшее учебное заведение, да? А какие специальности наиболее востребованы в средних специальных учебных заведениях? В тех училищах? Среднее специальное учебное заведение – это колледжи на сегодняшний день, которые дают среднее специальное образование. Наиболее популярны – это все, что связано с техникой. Это технически обслуженные автомобили, это электротехника. Сегодня среди педагогических колледжей наиболее востребовано – это дошкольное образование, это воспитатели детских дошкольных учреждений. И должен сказать, что во всех четырех колледжах – это Гомельский, Рогачевский, Речицкий, Лоевский – всегда есть конкурс, и всегда есть выбор абитуриентов. И конкурс составляет около двух человек на место. Это радует. И сегодня вот те выпускники средних специальных учебных заведений педагогического профиля, они и востребованы, и имеют хорошую и качественную подготовку. Сергей Иванович, доводилось не раз слышать такое мнение, что чем больше становится вузов в Беларуси, чем больше возможности получить высшее образование, тем, соответственно, меньше людей будет идти в профтехучилища. То есть вот это среднее образование, оно будет становиться менее популярным. Вот динамика последних лет подтверждает этот тезис или опровергает это мнение? Ну, мы говорим о профессиональном образовании, которое сегодня у нас есть, двуступенчатые колледжи, дающие возможность получить и профессию, и среднее специальное образование. Понятие и сознание у наших выпускников немножко изменилось. И не все могут сегодня поступать в высшее учебное заведение. Практически мы заканчиваем наборы в профессионально-техническое учебное заведение. Мы выполним этот набор. И я надеюсь на то, что 100% у нас будет во всех учреждениях профессионально-технического образования, средних специальных учебных заведений. Кстати, должен сказать, что касается по средним специальным учебным заведениям, мы бы сегодня могли набрать групп больше, чем у нас установлено контрольными цифрами. И есть группы, которые уже фактически сформированы, особенно по программированию. Но условия приема таковы, что необходим конкурс. Поэтому конкурс сегодня составляет более двух человек на место в этой специальности. И поэтому есть специальности у нас не только два человека на место, но и в профтехобразовании до семи человек приходится на место по наиболее популярным специальностям. Это и радует, и сегодня уже можно говорить о том, что осознанно ребята выбирают свою будущую профессию. Получение профессионального образования – это первая ступенька профессионализма и качества будущего специалиста. Наиболее сильные специалисты и руководители, в том числе те, которые прошли все ступеньки подготовки по данной специальности. Любой специальности, будь то учитель. И мы отмечаем, что более качественное знание дает учитель, который прошел через средне-специальное учебное заведение, имеет практику, закончил высшее учебное заведение. И эта жизнь подтверждает. Сегодня мы говорим и о различных равнениях народного хозяйственного комплекса. Там, где строитель, руководитель прошел через строительные какие-то рабочие специальности, кампщика, бетонщика, значит, он профессионал в своем виде и в любой момент может стать и научить любого рабочего для того, чтобы исправить какую-то ошибку. И мы приветствуем тех ребят, которые сегодня выбирают профессионально-технические учебные заведения и развиваются дальше и поступают в высшие учебные заведения. Ведь наши выпускники являются и студентами высших учебных заведений, продолжают свое обучение. И таких, к примеру, можно привести очень много. Сергей Валерьевич, совсем скоро 1 сентября. Сколько первоклассников сядет за школьные парты? К сожалению, количество первоклассников в этом году несколько снижено. Если в прошлом году было около 17 тысяч 300 первоклассников, то в этом году будет чуть больше 16 тысяч. Мы видим, что демографическая ситуация накладывает, конечно, отпечаток на количество первоклассников, на количество учащихся в школах. И хотелось бы, чтобы поправили эту ситуацию. И мы рады, когда у нас на один класс становится больше, на сотни учеников первокласса становится больше. Это и будущее нашего государства, это и заполнение всех наших учебных заведений среднего профиля, и начальные классы, и гимназии, и лицеи. Все зависит от количества первоклассников, которые приходят к нам в школу. В связи с этим, то, что вы сказали, что уменьшается количество первоклассников, изменяются ли требования к комплектации класса? Нет, в этом году требования не меняются, они остаются прежними. Ранее Министерством образования были выдвинуты такие требования, как формирование количества учащихся в классах. Для городской местности это до 30 человек, 28-30 человек. Для сельской местности в разных параллелях количество учащихся может быть разное, но то, что касается формирования 10-11 классов, в этих параллелях должны быть не менее 5 учащихся. Вот тогда открываются классы. 4 человека уже в 10 класс не откроются в сельской местности. Но, насколько я знаю, все равно такие примеры есть. То есть есть какие-то исключения с правил? Нет, исключений, к сожалению, нет. Мы четко отслеживаем вопросы, связанные с содержанием каждого учащихся. И если нарушается требование Министерства образования, мы рекомендуем такие классы объединять в один. И для того, чтобы количество учащихся в 10-11 классах как можно было больше. 5-10 человек, 15 человек. Это очень хорошо, потому что нужно создать образовательную среду, в которой человек развивается и который получает качественное знание. Формирование 10-х классов, это не означает, что человек просто пришел для того, чтобы провести определенное время своей жизни в 10-м классе, получить аттестат с низкими баллами и никуда не пойти. Значит, мы рекомендуем ребятам после 9-го класса серьезно задуматься на своем будущем и проводим раннюю профориентационную работу. Скажу, что Гомельская область в этом плане в прошлом учебном году проработала достаточно неплохо. Мы стали примером, в том числе и для столицы нашей республики, проведения таких профессиональных дней, как университетские субботы, профессионально-технического образования субботы. Нас критиковали, я читал в интернете, когда говорили, что начальник управления придумал какие-то интересные формы, опять будем загонять детей в университеты, значит, опять будем насильно формировать какие-то группы. Ничего этого не было, и я был рад тому, что у нас выстраивались очереди в те учебные заведения, где хотели бы ребята получить достаточно большую информацию по темным специальностям. И по опыту Гомельской области в этом году проводилась республиканская такая вот суббота университетская, где в столице были представлены все регионы республики, высшее учебное заведение. В том числе и выезжали несколько автобусов выпускников в Гомельской области для того, чтобы выбрать свою будущую специальность. В этом плане поддержал нас и глава государства, и нам было очень приятно, что гомельчане здесь оказались тоже первыми. Спасибо за ответы. Как в Гомельской области готовят школы к первому сентября? Наша съемочная группа побывала на местах и подготовила на эту тему сюжет. Давайте его посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok По словам администрации школы на подготовку учреждения к новому учебному году, работа лагерей отрицательного влияния не оказала. Все необходимые работы здесь выполнили в июле. В августе школа уже готова, и все кабинеты уже готовы, спортзалы, и актовый зал, и компьютерные классы. Все классы готовы, и группы готовы. То есть это никак не мешает. В еще одном приведенном в порядок классе Октябрьской средней школы занятие по подготовке к централизованному тестированию. Учитель математики Олег Вербовиков разбирает с выпускниками будущего года задания и правильные ответы нынешнего ЦТ. Преподаватель уверен, подготовку к главным школьным экзаменам необходимо начинать заранее, и летние каникулы мешать этому процессу никак не должны. Начинать нужно вообще после 9 класса. Готовиться к централизованному тестированию нужно как минимум после 9 класса. Потому что по моему опыту при подготовке в течение одного года результаты сдачи централизованного тестирования по физике и математике не превышают где-то 40-50 баллов. Если учащиеся рассчитывают на более высокий результат, то им необходимо заниматься как минимум два года. Рабочий поселок Большевик у Гомельского района это почти 2500 человек, в том числе дети школьного возраста. 1 сентября они сядут за парты торфозаводской школы. По традиции местную школу называют не по названию населенного пункта, а по предприятию, которое когда-то положило начало созданию поселка. Нынешнему зданию 10 лет, однако и этого сравнительно небольшого времени хватило, чтобы появились основания для проведения косметического ремонта. В этом году где-то отремонтировали мебель, где-то покрасили стены и полы. В школе говорят, что очень помогли спонсоры, местные предприятия и родители. Последние, кстати, на подготовке к учебному году, похоже, решили не останавливаться и уже озвучили планы по приобретению в сентябре для одного из классов жидкокристаллического телевизора, который будет использоваться в учебных занятиях. Причем весь процесс проведения ремонтных работ проходил под постоянным контролем администрации. Не все родители знают действующие и довольно строгие санитарные требования, поэтому здесь никакой самодеятельности. Все то, что, вот видите, сделано в классе, это с помощью наших родителей. Я, конечно, им очень благодарна и каждый год я стараюсь отблагодарить родителей. Но подбором цветовой гаммы, конечно же, это сегодня задача директора школы. Потому что не все родители сегодня знакомы с требованием СанПИНа, вот, и какая цветовая гамма требуется сегодня. Поэтому участие должно быть руководителя здесь. Ну, так принято у нас в школе, что этим занимаюсь я постоянно. Я подбираю цветовую гамму сама, вот, определяю. И потом родители уже, ну, как бы осуществляют ремонт дальше. В полном соответствии с буквой закона подготовились к новому учебному году и в начальной школе города Будокошелёва. Для учащихся начальных классов здесь, в принципе, постоянно стараются создавать максимально безопасные и комфортные условия. Часто с помощью самих же школьников и их родителей. Недавно, например, в учреждении образования появилась напольная игра в футбол, как награда за собранную макулатуру. Что касается нынешних подготовительных работ к первому сентября, то на эти цели привлекли более 100 миллионов нединаминированных рублей. Часть средств собрали спонсоры. Значительную помощь оказала одна из итальянских гуманитарных организаций, занимающаяся оздоровлением белорусских детей. Ещё одна статья расходов – собственная внебюджетная деятельность. Мы собираем макулатуру, металлолом. У нас есть платные услуги. То есть мы оказываем платные услуги по предметам. Также осуществляем подготовку в первый класс детишек. Это всё на платной основе. Мы продолжаем эфир программы «Диалог». У нас в студии начальник управления образования Гомельского госполкома Сергей Иванович Порошин. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня сын учится в институте. В следующем году он получает диплом географии, учитель географии. И вот хотелось бы узнать, насколько возможно трудоустройство студентов-бюджетников в следующем году. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. В этом году прибывают около тысячи молодых специалистов по различным учебным предметам в Гомельской области. Они всегда востребованы. И я надеюсь на то, что ваш сын в следующем году тоже будет иметь хорошую возможность получения первого рабочего места. Единственное, две особенности. Первое, то, что он, может быть, по целевому направлению обучался, поэтому поедет работать туда, откуда он получил целевое направление. И куда направит. Да, туда, куда направит, откуда ему давали целевое направление. То есть, если это было в Добружском районе от районного отдела образования, то он обязан будет приехать в Добружский район для того, чтобы проработать учителем географии в Добружском районе. Вторая особенность, если это бюджетник на дневной форме обучения, то выпускник высшего учебного заведения получает распределение в соответствии с требованиями того или иного района Гомельской области по специальности и получает направление. Направления выдаются на основании уже фактически тех успехов, которые достиг выпускник высшего учебного заведения. Насколько я знаю, есть рейтинг выпускников. Чем лучше заканчивает студент, тем больше у него шансов на выбор той или иной местности Гомельской области. Давайте разъясним более детально. То есть, чем выше балл, тем больше выбор у самого выпускника, куда поехать по распределению. Если балл ниже, то куда скажет, туда и поедет. Совершенно верно. То, что остается. Это такая, будем говорить, если кто-то заканчивал высшее учебное заведение в советского периода. Вот я заканчивал наш Гомельский государственный университет имени Франциско Скороны. Значит, у нас было распределение в соответствии с достигнутыми результатами. Отличники идут первые. У них выбор лучше. Они могут остаться в городе Гомеле. Они могут выбрать наиболее престижные, будем говорить, места. Тот, кто занимался похуже, уже получает свободных мест столько, сколько остается. Ну, а тот, кто уже последний, тому достается то, что есть, может быть, какая-то далекая село или районный отдел образования далекий. Ну, это реалии сегодняшнего дня. И государство готовит специалистов для нужд государства. Поэтому мы обязаны поехать и отработать нужное количество времени. И третий момент. Если студент заканчивает заочную форму обучения, либо на платной основе, тогда получает свободные дипломы о свободном трудоустройстве, необходимо обратиться в районные отделы образования для оказания помощи и консультации по имеющимся вакансиям в том или ином районе. Или же непосредственно к руководителю, к директору школы, который является нанимателем, и он может предложить вакансию, если таковая есть. А возможно, случаи, когда человек обращается, а ему говорят, нет, извините, вакансий нет? Да, к сожалению, таких случаев становится достаточно много. Особенно это для крупных городов, то есть в том числе и перепроизводство некоторых педагогических специальностей, предметов, где возникают такие сложности. Но это не относится к выпускникам, которые обучались на бюджетной основе, либо с целевым направлением. Ну вот давайте продолжим тему тех, кто обучался на бюджетной основе. То есть, если я правильно понимаю из той практики, которая установилась в нашей стране, лучшие остаются в областных центрах, в крупных городах, худшие или менее успешные по успеваемости, они едут в отдаленные, как вы говорите, населенные пункты. Качество образования страдает от этого? То есть вы это видите, вы это замечаете? С районов детишки они приходят менее, скажем так, меньше уровень знаний у них? Или это не сказывается? Ну, я уже приводил примеры по результатам централизованного тестирования. И я могу сказать, что сегодня качество образования сельской местности и городского населения практически сравнялось. Сегодня убрали с правил приема высшее учебное заведение конкурсы для сельской молодежи, для городской. Все единое. И это говорит о том, что у нас качество образования одинаковое. Плюс ко всему, давайте сравним. Допустим, в городской школе 28-30 учеников в классе, а в сельском населенном пункте в среднем звене их может быть 5 или 8. Где больше внимания ученику? Вообще у нас сельчане должны быть медалистами все, потому что такого внимания 2-3-5 человек со стороны учителя нет и не испытывает горожан. Поэтому о качестве образования можно говорить только с положительной стороны и стремление самих ребят сельской местности получить эти знания. А основная задача учителя – передать эти все знания. Но должен сказать, что за последнее время к нам обращаются ребята, которые получают свободные дипломы. Вот сегодня у меня приемный день, и приходила, значит, выпускница одного из учебных заведений, которая хотела бы устроиться к нам на работу. Подыскиваем сегодня место для того, чтобы удовлетворить эти заявления. Все зависит от ученика. Но на качестве, если я люблю свою профессию, и бывают разные ситуации, значит, тот, кто проработал год хотя бы педагогом в образовании, рано или поздно, даже если он уйдет с отрасли, он все равно вернется обратно, срабатывает так называемое чувство хоминга, тянет туда, с чего ты начинал. Ну и сам образование никто не принял, да? То есть можно же совершенствоваться и после. Совершенно верно. Давайте вот озвучим для тех телезрителей, которые смотрят нас сейчас, по каким предметам есть острая необходимость в новых учителях, в выпускниках, чтобы люди понимали, что по этим предметам есть необходимость, они придут, место будет рабочее. Значит, у нас существует программа кадры до 2020 года, и на каждую пятилетку фактически мы рассчитываем и смотрим потребности учителей-предметников. Поэтому у нас в соответствии с этой программой есть заявки и целевые направления в районных отделах образования для того, чтобы ребята пошли, поучились 4 года в высших учебных заведений и обратно вернулись к себе домой и работали в качестве учителя того или иного предмета. Но наиболее востребованной сегодня для нас является и есть места свободные в детских и дошкольных учреждениях в качестве воспитателей. Значит, сегодня, к сожалению, возникает вопрос, особенно для сельской местности, и то не везде, в некоторых местах, это учителя иностранных языков. Вот по этим специальностям, значит, есть некоторые, ну не то что проблемы, но есть сложности. Почему? Ребята, которые хорошо владеют иностранными языками, их стараются использовать совершенно по другим направлениям, в качестве переводчиков, в качестве референтов и так далее, с более высокой заработной платой. А если совмещает еще этот молодой человек хорошее знание иностранного языка и заканчивает второй экономический вуз и владеет в совершенстве языком, то, значит, переходит в экономическую такую сферу деятельности и, конечно же, решающим является уровень заработной платой. Мало кто остается в сфере образования? Нет, остается много, но, тем не менее, есть ребята, которые заканчивают вуз педагогический, вот особенно по иностранным языкам. Кстати, привилегий здесь очень много в том плане, что и деление на три подгруппы, и количество учащихся, значит, меньше, и больше внимания со стороны учителя. Но есть одно понятие, то, что ты знаешь, некоторые не могут иметь такой дар передать свои знания своим ученикам. То есть понятно объяснить. Совершенно верно. Поэтому здесь и возникают такие сложности. И сталкиваешься, особенно с молодыми специалистами, доходят до слез, где-то в чем-то не получается. Но если есть желание, стремление, то опытные учителя помогают и делают все для того, чтобы с этого молодого человека при его желании получился хороший учитель. И это в большинстве, в подавляющем большинстве срабатывает. Вы сказали про то, что выпускники идут в те сферы, где более высокая зарплата. А как в среднем, берем среднюю температуру по больнице, так скажем, выпускник, который приходит на первое свое место работы в школах. Насколько у него достаточен уровень зарплаты? И есть ли какие-то варианты, как эту зарплату увеличить? За счет чего? Для молодого специалиста есть льготное начисление, которое в первые годы работы как молодого специалиста поднимает средний уровень заработной платы. И вот когда заканчивается статус молодого специалиста, к сожалению, этот уровень заработной платы может немножко снизиться. А за счет чего? Определенные нормативные документы дают возможность сегодня увеличить на 10-15% как молодому специалисту уровень заработной платы. Плюс ко всему, статус молодого специалиста имеет возможность получать преференции, льготы своеобразные. Вы имеете до последствия жилья? Да. И то, что касается прибытия на первое место работы, доставка своих личных вещей и многие другие вопросы. И вот тот, кто устраивается самостоятельно, не как молодой специалист, он теряет и надбавки различные, и теряет эти льготы. Поэтому немножко этим ребятам сложнее. Но, тем не менее, за счет чего можно увеличить заработную плату? Конечно же, стремление сегодня получить вторую, первую, высшую категорию. Для молодого специалиста, вот сегодня я поставил задачу перед нашей отраслью, перед своими руководителями, с тем, чтобы искать наиболее талантливых и мотивированных ребят. Работал один год в качестве молодого специалиста. Можно сегодня, и право такое есть, обращаться в управление образования. Начальник управления образования имеет право принять решение о внеочередном присвоении звания, как говорится, вернее, второй рассмотрения вопроса, ходатайство рассмотрения вопроса о присвоении второй категории. И я думаю, что накануне учебного года во многих отделах образования сегодня вот такой, значит, возможностью будут воспользоваться. В прошлом году таких примеров было достаточно. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Видимо, не дождались. Долго были на линии. Так, ну, претерпят ли изменения школьная программа? Может, нам стоит ожидать каких-то нововведений? Может, какие-то предметы добавятся? Какие-то предметы, наоборот, уберутся? Или количество часов поменяется? Каждый год, да, Женя, перед началом учебного года волнует это родители, волнует и педагогов. В большей степени, конечно, родители. В меньшей степени самих учеников. Детей это вообще было бы. Конечно. Но я должен успокоить родителей, что таких коренных изменений в этом учебном году не произойдет. То есть революции не будет? Никаких революций, как сказал глава государства, в образовании быть не должно. Мы должны спокойно, уверенно работать. И те достижения, которые сегодня есть, белорусское образование, мы должны укреплять и исправлять те ошибки, которые у нас были допущены ранее. Что я имею в виду? В первую очередь, это возвращение профильности. Если в прошлом году у нас только профильные классы набирали десятые, то в этом году мы пошли на шаг вперед. У нас будут профильные классы и десятые, и одиннадцатые. И постепенно профиль будет возвращаться в школы для того, чтобы углубленно изучать те или иные предметы. Профиль, чтобы все понимали, это физико-математические, биологические? Обязательно. Это могут быть разные направления. Это биологические, химические, филологические профили, иностранные языки и так далее. То есть эта практика себя зарекомендовала, и поэтому к ней возвращаются? Да. И результаты достаточно хорошие. Я, когда работал директором школы, и вспоминаю то время, то, вы знаете, было единство родителей, учителей и учеников вот в этих вопросах. И были прекрасные результаты. Устраивали абсолютно всех. Поэтому мы возвращаемся к этому. Второй момент, связанный с изучением языков. У нас два государственных языка. Белорусский и русский. Поэтому по количеству часов будет постепенно уравниваться количество часов русского языка и белорусского. В этом году со второго класса такое уравнение пройдет. Чтобы все понимали, до этого русского было больше, было меньше. Совершенно верно. Теперь это все уравнивается. Далее нас критиковали за то, что мы все-таки ослабли внимание к безопасности детей, к соблюдению правил дорожного движения, пожарной безопасности и так далее. Поэтому в школу возвращается предмет к основе безопасности и жизнедеятельности. Но этот предмет будет входить в расписание. Уже уйдет с факультатива, идет в расписание. Но он не будет иметь оценочной деятельности. То есть отметки выставляться не будут. И не будут даваться домашние задания. Но тем не менее, этот предмет станет обязательным для изучения всеми учащимися. Далее у нас немножко изменится программа по физике. В шестом классе в этом году физики не будет. Но укрепится этот предмет в девятом году и на час, в девятом классе, и на час будет в девятом классе изучение физики больше. То есть количество часов по изучению данного предмета, оно остается, оно только перераспределяется между параллелями. Очень много вопросов возникало по поводу трудового обучения. Нужно, не нужно. Трудовое обучение нужно. Оно сегодня закрепляется. И теперь в шестом классе предусмотрено два часа в неделе трудового обучения. Я думаю, что это правильно. Сегодня мы должны не только теоретически давать подготовку, но и практические умения и навыки нашим учащимся прививать. И мальчикам, и девочкам. Понятно. Устраивает ли вас уровень ведения учебного процесса? С таким вопросом наши корреспонденты вышли на улицу Гомеля. И вот, что они там услышали. Это даже бывает чересчур уже, но в основном очень хорошо все идет. Например, мне нужна химия-биология, я ее знаю хорошо, достаточно. Я поступила в лицей. И сейчас буду более глубже изучать, чтобы поступать в университет. С коллегами мониторили иностранные языки. И вот принцип преподавания именно английского языка, ну может быть и других иностранных языков, я бы сказала, неудовлетворительным. И какие-то другие подходы к преподаванию нужно. В мировой практике нечто другое используется. Больше разговорного языка, чтобы словарный запас был насыщенный. А у нас идет больше акцент на грамматику, на какие-то времена, которые, так сказать, в разговорной речи не так часто используются. Мне, в принципе, подобается наша эдукация. Поэтому я отримываю здесь и среднюю, и пошатковую, и среднюю эдукацию, и высшейшую. Мне, может, напевно не хватает стосунков между научными установками с замежными. Могчима не хватает замежной практики. Школьная программа действительно хромает. Если посмотреть на изучение, допустим, истории, всемирной истории Беларуси, она вообще уходит на задние планы, а детей требуют знать там прям от начала и до конца. Да, литература тоже ужасно хромает. И русская, и белорусская. Белорусскому языку вообще мало времени уделяется. Мало вопросов уделяется нравственным воспитаниям родственного поколения. А нравственность – это прежде всего основа образования. А потом уже на нравственную основу должны ложиться знания. А просто набор знаний – это не образование. Большая ошибка, что постоянно перевыпускают учебники. Есть отличные старые учебники, по которым на самом деле некоторые учителя в обход школьной программы преподают, которая является более качественной, чем сейчас нынешняя. Хотя постоянно ведется речь о том, что учебники усовершенствуют, но в них все равно есть некоторые недочеты, некоторые ошибки. И более старые учебники зачастую являются более качественными. Я давно не образовывался, но в общем и целом нормально вроде все с образованием у нас. Насколько я вот так вот знаю молодежь, образованная вполне. Мы продолжаем эфир программы «Диалог». У нас в студии начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Иванович Порошин. Сергей Иванович, в этом новом учебном году будут ли открыты новые учебные заведения? В этом учебном году мы планируем открыть детское дошкольное учреждение на 300 мест в городе Музырь. И уверен, что мы с этой задачей справимся. Это вот единственное новое учреждение образования, которое будет в этом году. Это 1 сентября. 1 сентября. Но у нас достаточно еще объектов, которые пройдут после реконструкции, капитальных ремонтов. Все мы сделали в рамках летнего периода, и поэтому ребята придут. Я думаю, что Рогачев, третья школа, не узнает свою школу. Она преобразилась буквально у нас на глазах. Ну и примеров еще можно несколько привести. Ну и насколько я знаю, преобразование этих школ происходит в том числе и при активной поддержке и участии самих родителей. Да, я хочу высказать слова искренней благодарности вам, уважаемые родители, за активное участие. Не только в образовательном процессе, но и в укреплении материально-технической базы. Да, нас критикуют. Да, нам говорят, что родители слишком часто, слишком активно привлекают. Это заставляют якобы сдавать там деньги на поддержку и так далее. Но я считаю, что тот такой мягкий процесс, который происходит сегодня в образовании, он дает и в том числе положительный результат и воспитательный момент носит. Поэтому по-разному это носит добровольный характер. Но каждый, кто хотя бы один рубль или одну копейку положил на образование, тот никогда не испортит парту, стену. Он будет бережно относиться ко всему, что имеется в школе, в детском дошкольном учреждении. Потому что все это сделано за счет родителей. И я за это очень благодарен. И родители у нас прекрасные. У нас родители, которые заинтересованы в получении их детьми прекрасного качественного образования в хороших, созданных в том числе родителями условиях. Ну вот к теме родителей. Насколько я вот из общения понимаю, довольно много звучит пожеланий по поводу белорусизации наших школ, детских садов и так далее. Вот по вашей почте с родителями часто действительно звучат такие предложения и реализуются ли они в Гомельской области? Нет, этот вопрос, можно сказать, или к сожалению, или просто, но он не звучит, он не станется очень остро. Сегодня у нас созданы все условия для изучения белорусского языка. Казалось бы, вот в Гомельской области больше 550, более 550 школ, из них 200, если я скажу так, 243 с изучением на белорусском языке. И это практически почти половина. Но и в городе Гомелье у нас специально была создана гимназия открытая, белорусскомовная имени, значит, Белорусскомовная гимназия. Мележа, да. Ивана Мележа, да, по улице Братья Ульзюковых в Советском районе. Я тоже принимал участие в открытии этой гимназии. Сегодня там, к сожалению, только есть один класс в этом году, который будет набираться в белорусскоязычной. Раньше это была белорусскоязычная гимназия имени Ивана Мележа. Спасибо, Сергей Иванович, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях был начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Иванович Порошин. Это была программа «Диалог». В студии для вас работал Евгений Побловец. Всего вам доброго и берегите себя. Продолжение следует...